Любим братья и сестры, слава Иисусу Христу! Аминь и слава! Сегодня у нас особенный день. Сегодня мы вспоминаем смерть и страдания нашего Господа Иисуса Христа. Но мы знаем, что за смертью и за Его страданиями было воскресение. Поэтому посмотрите, какой сегодня чудесный день. Хоть это и первый день зимы, и несмотря на то, что и мороз, и солнце, и все это вместе, и мы можем вместе собраться в Доме Божьем для того, чтобы прославить нашего великого Господа. Я хочу прочитать в продолжении нашего служения местописание, которое записано в первом послании к Тимофею, 6 глава, 20 и 21 стихи. Здесь записаны такие слова. «О Тимофей, храни преданное тебе, Отвращайся негодного пустословия и прикослови лжеименного знания, Которому предавшись некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою! Аминь!» Вы знаете, первое послание к Тимофею было написано апостолом Павлом. Мы об этом читаем в первой главе, в первом стихе. И оно было адресовано духовному сыну и ученику апостола Павла Тимофею. Об этом написано в первой главе, во втором стихе. Апостол Павел написал это послание тогда, когда находился в Македонии. Об этом написано в первой главе, в третьем стихе. И оно было написано приблизительно в 62-64 году после Рождества Христова, тогда, когда апостол Павел был освобожден из своего первого заключения в Риме, перед его вторым и последним заключением в Риме. Другими словами, это послание было написано уже в конце жизни апостола. И главная цель всего этого послания – это увещевание. На протяжении всего послания апостол Павел очень много увещевает своего ученика Тимофея. И особенно в конце этого послания, в эпилоге этого послания, апостол Павел как бы подводит общую черту и дает два очень важных увещевания. Мы прочитали, что апостол Павел говорит Тимофею о том, что он должен хранить и от чего он должен отвращаться. Мы понимаем, что это послание написано не только для Тимофея, но оно непосредственно касается и нас с вами, братья и сестры, поэтому давайте рассмотрим, что же мы должны хранить и от чего мы должны отвращаться. Мы прочитали, апостол Павел говорит Тимофею, чтобы он хранил преданное ему. О, Тимофей, храни преданное тебе. 20 стих. Древнегреческое слово «храни» буквально происходит от слова «хранилище», то есть надежное, безопасное место, говоря современным языком, сейф для хранения драгоценностей. И вот это слово «преданное» буквально означает «вклад» или «депозит», или «инвестиция». И этот греческий термин относился всегда к деньгам или к другим ценностям, вверенным кому-либо на хранение. Причем этот человек должен не только сохранить то, что ему вверено, но приумножить. Так как это написано вот в притче о талантах или в притче о минах. Поэтому апостол Павел рассматривает Тимофея не просто как своего духовного сына, но как и своего преемника, которому он передает свое служение. Поэтому апостол Павел уделял много внимания Тимофею и очень много есть того, что он вложил или же инвестировал в Тимофея. Конечно же, за неимением временем мы не можем рассмотреть все эти инвестиции апостола Павла в Тимофея, но я хотел бы обратить ваше внимание на две из них. Первое, что апостол Павел вложил или инвестировал в Тимофея, это веру Христову. Мы читаем, это записано в первом послании к Тимофею 6.12. «Подвязайся добрым подвигам веры, держись вечной жизни, которой ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Апостол Павел вложил в Тимофея веру, которую сам имел. Когда апостол Павел уже говорил свои последние слова уже перед своей смертью, то он произнес приблизительно такие же слова в той же самой форме, которую мы прочитали, была адресована Тимофею. Вы хорошо знаете эти слова. Они записаны во втором послании Тимофею 4.7.8, где апостол Павел говорит «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни и венец правды». Интересно, что раньше апостола Павла в Тимофея инвестировали в веру его бабушка и мать. Мы читаем, это написано во втором послании Тимофею 1.5. Сказано «Приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Лаиде и матери Твоей Евнике, уверен, что она и в Тебе». Братья и сестры, вы знаете, что 99% всех наших ценностей, они имеют непосредственное отношение к вере. Поэтому вера является одним из самых важных факторов христианской жизни. Вера – это не просто пассивное ожидание. Вера – это не какой-то мистический опыт. Вера – это не какое-то статическое знание, но это источник духовной жизни. Написано «Праведник верою жив будет». Мы читаем, это записано в послании к евреям 10.38. «Без веры невозможно угодить Богу» – евреям 1.6. «Без веры невозможно получить ответы на молитвы» – Иакова 1.6. «Без веры невозможно войти в жизнь вечную». Мы читаем, написано «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» – Иоанна 3.36. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» – Иоанна 5.24. И, конечно же, вы хорошо знаете Иоанна 3.16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел что? Жизнь вечную». Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что Господь призывает и предупреждает нас, чтобы мы испытывали Себя, чтобы мы испытывали свою веру. Какова наша вера? Имеем ли мы веру? Возрастает ли в нас вера? И об этом мы читаем, это записано во 2 Коринфянам 3.13.5. Написано, «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Поэтому очень важно, чтобы мы наблюдали за Собою. Вы знаете, намного проще наблюдать за другими, а Господь призывает нас наблюдать за Собою, за ногою Своею, вникать в Себя. Намного приятнее вникать в другого. Но Господь говорит, чтобы мы вникали в Себя, и чтобы мы смотрели, в каком состоянии находится наша вера. И что же необходимо для того, чтобы наша вера укреплялась, чтобы наша вера возрастала? Для этого мы с вами рассмотрим вторую инвестицию апостола Павла в Тимофею. Оказывается, что апостол Павел вложил в Тимофея не только веру Христову, но также и вероучение Христово. Мы читаем первое к Тимофею 4,16. Написано, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Вы знаете, возникает вопрос, почему именно вероучение? Потому что между верой и между учением Христовым существует прямая связь. Ведь учение Христово, оно состоит из Слова Божьего. А в Библии написано, что вера от слышания. А слышание от чего? От Слова Божьего. Поэтому, чем больше мы изучаем Священное Писание, чем больше мы вникаем в учение Христово, тем больше укрепляется наша вера. И наоборот, для того, чтобы укреплялась наша вера, необходимо больше пребывать в Слове. И поэтому апостол Павел, понимая важность Священного Писания и важность веры, он и инвестировал эти две ценности, эти две драгоценности в своего преемника Тимофея. Поэтому он и обращает его внимание именно на веру Христову и на вера учения Христово. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что раньше апостола Павла в Тимофея инвестировали Священные Писания опять-таки его бабушка и его мама. Мы читаем, это записано во 2 Тимофею 3.15, написано, «Притом же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Обратите внимание, и веру Христову, и учение Христово, оказывается, инвестировали в апостола Павла, и в Тимофея, и апостол Павел, и его мама, и бабушка. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны прилагать усилия, старания, усердия для того, чтобы инвестировать веру и учение Божие, учение Христово в наших детей и в наших внуков. Не думайте, что это обязанность Церкви. Не думайте, что это обязанность воскресной школы. Церковь, воскресная школа только помогают вам в этом. Но основная обязанность лежит на родителей. Именно родители должны вкладывать в своих детей с самого раннего возраста эту веру Христову и вот это учение Христово, чтобы прививать ребенку любовь к чтению Слова Божия, к молитве, любовь к тому, чтобы изучать Священное Писание. И, конечно же, объяснять заповеди Божии, чтобы ребенок знал, что такое хорошо и что такое плохо, о чем говорит Господь. Именно родители несут за это ответственность. И мы читаем в книге притчи 22.6, написано, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. Если родители не говорят детям о Боге, то потом всю оставшуюся жизнь они будут говорить Богу о детях. Поэтому на примере вот бабушки и мамы Тимофея мы видим, насколько важно инвестировать эту веру и вот это учение Христово в наших детей. Апостол Павел говорит Тимофею, чтобы он пребывал в учении. Пребывать – это значит пребывать в том, пребывать в том, вернее, я извиняюсь, апостол Павел пишет Тимофею, чтобы он вникал в учение Христово. Вникать – это значит вникать в то, чтобы пребывать в Слове Божьем. Второе Тимофею 3.14 написано «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея 4.4, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А во втором послании Иоанна 1.9 написано «Всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем не имеет Бога». Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. И Господь Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна 15.7 «Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, простите, и будет вам от Отца моего Небесного». Вы знаете, очень важно, чтобы мы с вами пребывали в Слове Божьем. Но также вникать – это не только пребывать, но и поучаться Слову Божьему. И мы читаем вот очень известное нам местописание Иисуса Навина 1.8, где написано «Да не отходит книга с закона сего от уст твоих, но ты что, поучайся в ней день и ночь». Поучаться – это значит изучать, это значит исследовать, это значит находить полезное, поучаться – это значит изучать и учиться Слову Божьему. Вы скажете, а где учиться? Ну, конечно же, в Ирпенской библейской семинарии. Иногда верующим непонятно, как это можно поучаться день и ночь. У нас в семинарии учатся более 500 студентов, и все они понимают, что это такое – учиться день и ночь. Господь призывает нас, чтобы мы не только пребывали в Слове Божьем, но чтобы мы поучались Слову Божьему. И, конечно же, применяли Слово Божие. Применяли Слово Божие. Да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять то, что в ней написано. И тогда будешь успешен во всех путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Господь Иисус Христос говорит, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Христос говорит, что если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Иоанна 4, 15. Если человек слушает Слово Божие и не исполняет его, Христос сравнивает его с человеком, который построил свой дом на песке и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и написано, что и падение его было великое. Если мы слушаем Слово Божие и не исполняем его, мы уподабливаемся человеку, который рассматривает природные черты лица своего в зеркале, говорит апостол Иаков. Подошел, посмотрел, отвернулся и забыл, какого он есть. Поэтому Господь призывает нас с вами, чтобы мы были не слушателями, забывчивыми, но исполнителями его Слова. Чтобы мы пребывали в учении Христовом, чтобы мы поучались учению Христову, и чтобы мы применяли его в своей повседневной жизни. Это то, что апостол Павел говорит Тимофею и нам с вами, что мы должны хранить. Но здесь написано не только, что мы должны хранить, но также и то, от чего мы должны отвращаться. Вы знаете, глагол «отвращаться», так же, как и глагол «храни», стоит в повелительном наклонении. Это говорит о том, что Господь не просто призывает или предлагает или рекомендует, а повелевает нам это делать. И эти глаголы стоят не в совершенном времени, а в продолженном времени. Это говорит о том, что это не разовое явление, а это то, чем мы должны заниматься на протяжении всей своей жизни. Вот это древнегреческое слово «отвращаться» буквально означает «отвернуться прочь», не иметь ничего общего, не вступать ни в какие контакты, избегать, как от чумы. От слова «отвращаться» происходит слово «отвращение» или «отвратительный», то есть «мерзкий», то, от чего необходимо убегать, уходить, уклоняться. И вот мы читаем, что апостол Павел говорит Тимофею и в частности нам с вами, что мы должны, во-первых, уклоняться от пустословия, от пустословия. Мы прочитали, написано «отвращайся негодного пустословия». Пустословие – это бессодержательный, бессельный, бесполезный разговор на пустяковые, ничего не значащие темы, затеянные и продолжающиеся исключительно для прожигания времени. Часто люди говорят, надо как-то убить время. И вот они убивают это время. А Господь говорит, дорожите временем, потому что дни лукавы. Он говорит, не будьте нерассудительны, но будьте мудрые, дорожите временем. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, то Господь очень много говорит против пустословия. И мы читаем о том, что в 1 Тимофею 1,6 апостол Павел пишет, «Отступив, некоторые уклонились с пустословия, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Пустословия еще называют балагурство, болтовня, пустозвонство, суисловие, трипология, слово блудия и даже горлобесие. И апостол Павел говорит Тимофею во втором послании к Тимофею 2,16, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а не потребного пустословия, удаляйся». Интересно, что ярким примером пустословия, как это ни странно, являются друзья Иова. Откуда мы это знаем? Потому что об этом говорит сам праведный Иов в книге Иова, 27,12, он говорит, «Для чего вы столько пустословите?» Знаете, в Слове Божьем мы читаем о том, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. А в другом месте Писания сказано, что от избытка сердца говорят уста. Поэтому если сердце человека огрубело, то из его уст исходит грубая, раздражительная речь. Если сердце человеческое оглупело, то из его уст исходит глупая речь. А если сердце человеческое опустело, то из его уст исходит пустая речь. Но тогда, когда сердце человеческое мудрое, тогда из уст исходит мудрая речь. И, конечно же, Господь желает, чтобы из наших уст исходила только мудрая речь, чтобы наше сердце было мудрым. Мы читаем книги Псалтырь, 89-й Псалом, 12-й стих, «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». А в книге притчи 16-23-24 мы читаем, «Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Поэтому, насколько важно, чтобы мы с вами могли бы отуклоняться от всякого пустословия, отвращаться от пустословия. Второе, что говорит апостол Павел Тимофею и нам с вами, мы должны отвращаться не только от пустословия, но и от прикословий. Мы читаем, «Отвращайся негодного пустословия и прикословий лжеименного знания». Слово «прикословие» это противоречие, возражения, споры, словесные состязания, упрямство, отстаивание или навязывание своего мнения любой ценой. При этом используются искаженные факты, лживые доводы, неверные выводы, мнимые доказательства, логические ловушки, демагогия, софистика и так далее. Вы знаете, что в Древней Греции во времена апостола Павла была очень развита философия. И там было много последователей Платона, Сократа, Аристотеля, эпикурейцев, стоиков, скептиков, которые постоянно друг с другом спорили и постоянно друг к другу прикословили. А все остальные жители, они с удовольствием наблюдали за их словесными баталиями и получали от этого удовольствие. Мы читаем за жителей Афин, написано в «Деяниях апостолов» 17, 21, написано «Афиняне же и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое». Что-нибудь новое. Апостол Павел пишет Тимофею, «Отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Ефесии и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели божьи назидания в вере». 1 Тимофею 1, 4. О послании Колоссянам 2, 8 апостол Павел говорит «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихине мира, а не по Христу». Мы видим, что ярким примером прикословия являются афинские философы, которые прикословили даже апостолу Павлу. Мы читаем в Деянии апостолов 17-18, здесь написано, что некоторые из эпокарийских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресения. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом послушаем тебя в другое время. Вы знаете, в мире есть такая пословица, что в споре рождается истина, но это неправда, братья и сестры, потому что в споре рождается ссора, в споре рождается ссора, истина находится не в споре, истина находится в слове. Поэтому если мы не хотим ссор, нам необходимо не лезть в спор. И вот апостол Павел говорит об этом как раз Тимофею, и он говорит нам с вами, чтобы с одной стороны мы хранили то, что нам передано, чтобы мы хранили веру Христову, учение Христово, а с другой стороны, чтобы мы отвращались от этого негодного пустословия и негодного прикословия. Это необходимо, особенно вот в наше последнее время, тогда, когда люди находятся в этой среде, потому что больше всего пустословия находятся в социальных сетях, это просто всемирный банк пустословия, и люди тратят очень много времени. Вы знаете, молодежь в среднем проводит шесть часов времени в интернете, шесть часов в день, каждый день. Откуда будет время для того, чтобы читать Слово Божие? Откуда будет время для того, чтобы молиться? Откуда будет время для того, чтобы трудиться для Господа? И поэтому вот то, что Господь говорил Тимофею, оно очень актуально для нас с вами сегодня, чтобы мы хранили веру Христову, чтобы мы хранили учение Христово и отвращались от всякого пустословия и прикословия. Для того, чтобы, как говорит здесь в конце апостол Павел, чтобы мы с вами не потеряли то, над чем трудились, чтобы мы с вами не претерпели кораблекрушение в вере. И Господь призывает нас, Он говорит, а всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Это записано в первом послании Тимофею 4, 15. Поэтому, дорогие, будем прилагать все усилия, старания и усердия, для того, чтобы со своей стороны сделать все возможное и, конечно же, мы понимаем, что мы ничего не можем без Господа и будем уповать на Его силу, для того, чтобы мы смогли исполнять вот это слово, которое мы сегодня слышали, чтобы мы хранили веру, учение Христово и отвращались от всякого пустословия и от всякого прикословия. Пусть поможет нам в этом Господь, а Ему за все пусть будет вечная слава. Аминь. Помолимся Господу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.